Шалом, мир вам, дорогие друзья, братья и сестры. Всех вас приветствую и благоставляю именем Иисуса Христа. Иисус Христос, Ишуа Машиах, Иисус Спаситель и Господь наш пролил свою кровь за всех нас и во имя Его мы живем и побеждаем. С именем Его мы трудимся на этой земле и слава Богу, Его любовь, она спасает нас действительно от ада, спасает нас и в этой земной временной жизни и вечности. И я благодарю Бога за эту возможность сегодня в этом видеообращении вновь сказать вам пару слов. Сегодня я еду в город Тверь, еду в один из таких древних русских городов. Я буду проводить семинары и богослужения в Твери. Это как раз самое начало сегодня февраля, сегодня 2 февраля. И хочу также сказать о том, что в Твери я уже бывал, я проповедовал. И я был в очень интересном таком собрании, очень таком межконфессиональном, межцерковном богослужении. Это было тогда, когда в Твери организовывался концерт и богослужение для евреев и для христиан этого города, города Твери, бывшего в советское время названное Калининым. Так вот, организатором была представлена организация Эвен Эзер. И я сотрудничаю, и наша церковь сотрудничает с этой организацией и с другими организациями, которые помогают евреям во всем мире. И в частности помогают евреям найти свое еврейство, найти свои корни, а также найти свою историческую родину, выехать в Израиль. И как христианин, как сианист, как именно человек, любящий Израиль, я, конечно же, всей душою и всячески содействую этой организации и помогаю. И, конечно, я был очень обрадован тем, что в разных городах России проходят подобные очень интересные концерты, встречи. И одно из таких мероприятий было запланировано в Твери. Я приехал в Тверь и увидел очень интересную картину, как и в других некоторых городах России. Христиане евангельские, христиане писятники, баптисты. Там были, я не помню сейчас даже, сколько разных конфессий представлено, но, по-моему, было до 10 в Твери тогда. Представлено разных церквей, динаминаций, конфессий христианских. И это очень радовало, что на самом деле христиане отзываются. Не так много пришло, к сожалению, евреев. Но в этой атмосфере такой любви, знаете ли, в атмосфере такой праздничной атмосферы и евреи, и христиане вместе на самом деле праздновали. Я имел честь тогда, имел возможность выступать как в христианской, так и в еврейской части этого концерта. И, собственно, встречи я делился немного тем, чем я занимаюсь, собственно, идеей православной реформации. Как православные обновленческие священнослужители я делился откровением о воскресении Церкви Иисуса Христа, о пробуждении духовном. Которое, на мой взгляд, тесно связано, напрямую взаимосвязано с темой покаяния Церкви в антисемитизме. Тогда в Твери, не знаю как сейчас, но тогда в Твери, слава Богу, среди христиан нашлось много сердец, отозвавшихся на призыв молиться, молитвы покаяния. Я надеюсь, что и в этот раз, во время этих богослужений, во время этих встреч и семинаров, я надеюсь, что много христиан также отзывется на призыв именно молиться за еврейский народ, молиться за Израиль. Тем более, в это очень смутное время, знаете ли, очень тревожное время, когда со всех сторон фактически сегодня всевозможные силы, антисемитские силы стягиваются. И сегодня некие такие, знаете ли, новые 21-го столетия Аманы бросают жребий о народе Божьем. Но как тогда тот Аманы опозорился, и печален был его конец, и все тогдашние антисемиты были посрамлены просто-напросто, так и сегодня Господь, Бог Пурима, да, совершит на самом деле чудо. Пуримный такой переворот. Именно об этом я собираюсь говорить, но как православный обновленческий священнослужитель, как сионист православный, как христианин-сионист, я, конечно, буду говорить вообще об Израиле, и о еврейском народе, и о нашем отношении, христианском отношении, истинном отношении к Израилю и к сионизму, как именно восстановление государственной независимости Израиля. На мой взгляд, и это не только мой взгляд, это убеждение, насколько я знаю, сотен миллионов христиан на нашей планете, возрождение государства Израиля было исполнением библейских пророчеств. В этом как раз многие христиане солидарны, в частности, мои друзья баптисты, пятидесятники, харизматы, адвентисты. Я с разными верующими общаюсь, и католические христиане, с кем я общаюсь, также солидарны с тем, что исполняются библейские пророчества на наших глазах. И 14 мая 1948 года, когда Бен-Гурион провозглашал независимость государства Израиля, исполнялись на наших глазах библейские пророчества. Я не помню, но, по-моему, Дерек Принц еще говорил, один из апостолов таких современного духовного пробуждения конца 20-го столетия, говорил, что именно в том самом 48-м году христианство, вообще человечество, как бы вышло на свою финишную прямую. И нам с вами посчастливилось жить в уникальнейшее время. Бог да благооставит вас, дорогие друзья. Тем более, пользуюсь этим случаем, призываю христиан разных конфессий, динаминаций, молиться за пробуждение духовное в России, за пробуждение в Твери, в частности, в этой древней земле, ознаменованной еще в средние века таким духовным подъемом, пробуждением, так называемые в летописях новгородско-псковские ереси. На самом деле, вольнодумство тогда было чертой отличительной. Северян, в частности, новгородцев, псковичан, жителей Пскова. И, дорогие друзья, братья, сестры, ко мне пришло много новых сообщений. И вот я смотрю сейчас в письмах, христиане пишут как раз сразу на церкви о предстоящем этом богом служении. Не все могут приехать в Тверь, но некоторые живут очень далеко, да и даже и те, кто недалеко, в принципе, в Москве, допустим, не могут попасть в эти дни, как раз есть какие-то планы определенные. Но не беда, друзья мои, в этом обращении хочу сказать, молитесь об этом служении. И я с удовольствием вместе с христианами тверскими помолюсь за вас в эти дни, в субботу, в воскресенье на семинаре, на богослужении помолимся за вас. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья, и пусть Бог благоставит духовностным пробуждением нашу землю. Пусть боговедением наполнится наша земля, как некогда безумием атеистической пропаганды наполнялась и, знаете, таким неким зловонием атеистической идеологии наполнялась наша земля. Пусть сегодня боговедением и богопознанием наполнится земля. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу и Спасителю. Возлюбленные братья и сестры, с Богом до встречи и на земле, и на небесах. И напоминаю, молитесь о духовном пробуждении в Твери и в Тверской земле. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Бешем иешуа гамашиах. Амен.